Добрый день, дорогие наши слушатели! Снова на Радио Мария программа о литургическом искусстве, о всём красивом, что окружает христианское богослужение во всех его формах, и в храме, и вокруг. И сегодня у меня особенный гость, я давно хотела его пригласить, но вот за время, пока я хотела, он стал ещё более особенным, и был наречён новым епископом нашей епархии, и я очень рада его приветствовать в студии, Владыка Николай Дубинин. Добрый день, Анастасия! Здравствуйте, дорогие слушатели Радио Мария! Друзья, слава Иисусу Христу! Во веки веков, аминь! Почему я пригласила отца Николая? Сейчас его все приглашают, чтобы он рассказал о том, как живут католики, и каково ему ощущается при том, что он новонаречённый епископ, а я не за этим. Дело в том, что отец Николай в своё время учился литургике, и он мне интересен в этом своём качестве, в качестве человека, который знает всё, скажем так, или гораздо в любом случае больше, чем мы все, о том, что такое христианское храмовое богослужение в его развитии и сейчас римского обряда, и может на некоторые вопросы ответить и нам всем рассказать. И первый вопрос у меня будет такой. Мы все знаем, католики, что у нас была реформа Второго Ватиканского собора, в том числе литургическая реформа, которая внешне выглядит очень резкой. Ну, прямо вот внешне богослужение изменилось сильно от того привычного, которым оно было до 60-х годов, к тому, которое есть сейчас. И мнение по поводу того, зачем она была, какая она была, и хороша она или плоха, они существуют разные в церкви, в том числе. Вот скажите мне, отец Николай, а в чём, по-вашему, суть вообще этой реформы была? Она зачем была? Хорошо. Ну, наверное, надо начать с того, что если мы говорим о реформе церкви или о литургической реформе в частности, то нынешняя реформа в атмосфере, в которой мы живём, которая в сегодняшний день церкви, она не единственная, не первая и, скорее всего, не последняя. Целый ряд различных реформ разного объёма, направленности, более или менее формальных в церкви имел место, то есть это нормальное явление развития церкви как живого организма и как институции. Именно реформы сверху вы имеете в виду? Но реформа всегда предпринимается сверху, потому что есть живая традиция, которая складывается, преобразовывает что-то, вносит какие-то, в том числе и наслоения, не всегда, скажем так, адекватные, связанные с определённой культурой, с определённым менталитетом, с определённой эпохой. А вот если речь идёт именно о реформе, литургии, мы будем говорить о литургической реформе, если речь идёт о литургической реформе, то да, она проводится сверху. Есть какой-то богословский, исторический анализ, культурный и так далее, или предпосылки для того, чтобы каким-то образом закрепить либо то, что имеет место, либо то, куда нужно направиться. И вот эта реформа, о которой мы говорим, последняя, но не последняя, она была зачем? Её нужно воспринимать, опять-таки, как и любую реформу в более широком контексте. То есть она не осуществлялась таким образом, что кто-то придумал, давайте поменяем, чтобы было слабо узнаваемо, сделаем реформу, потому что нам надоело по-старому, к примеру. Нет, реформа на самом деле проводилась, опять же, как и все другие, в контексте той жизни церкви и самоосознания церкви, которая имеет место. Поэтому, чтобы понять литургическую реформу, надо, ну вот я взял с собой документы Второго Ватиканского собора, там первый документ, но не единственный, посвященный как раз литургической реформе, Но чтобы понять, почему мы сейчас видим в литургии то, что видим в наших храмах, и существует вот такой, а не иной чин в литургии, нам необходимо знать и понимать весь дух. То есть знать вот эти документы, в которых достаточно ясно и полно выражается общее видение церкви. То есть собор не смотрит на литургию как просто на набор каких-то внешних обрядов, на некую последовательность, которая будет выражать что-то такое отрешенное, автономное, закрытое, но по принципу «лекс оранди, лекс креденди» и наоборот «лекс креденди, лекс оранди» выражает и вдохновляет то, во что верит церковь. И те акценты, с которыми церковь живет этой верой. То есть как молишься, так и веришь, с другой стороны, как веришь, так и молишься. Эта реформа, как известно, вызвала в церкви раскол. Это было неизбежно? Вызвала раскол не столько сама реформа, сколько вообще, вернее, не столько сама литургическая реформа, сколько реформа вообще. Это вот как раз та мысль, которую я только что озвучивал, что литургическая реформа, ее надо смотреть и можно понять только в контексте. То есть собор, Второй Ватиканский собор, четко выразил обновленное видение церкви. То есть смысл литургической реформы в измененном, я бы сказал, в возрожденном, возвращенном к корням понятии экклезиологии, то есть того, что такая церковь. А за этим идет, как церковь выражает свою веру через литургические действия. Поэтому раскол в церкви, он, скажем, на глубинном уровне, он связан не с тем, на каком языке совершаются обряды или в какой последовательности, насколько они изменены. А все-таки я уверен в том, что вот эти разногласия связаны с тем, как видят церковь. Во многих фильмах это, кстати, показано, в художественных, художественно-исторических, вот все персонажи, которые по разным причинам не одобряют, не хотят, противостоят реформе. А в литургии просто это все выражается видимым образом. Но есть такая точка зрения, экспертами высказывавшиеся о том, что соборная реформа, соборная и послесоборная реформа, она подразумевала достаточно большую вариативность богослужения. А в итоге почему-то был выбран только один вектор, и весь мир, значит, заставили, ну я в кавычках говорю, но тем не менее, принять его именно внешнюю сторону. Потому что когда вы говорите о богословском базисе литургической реформы, это одно. А когда мы вспоминаем фильм «Филини Рим», мы понимаем, что у этого было стилистическое, эстетическое выражение, достаточно яркое. И это и вредение современной музыки, и другие облачения, и другое оформление храмов. Вот этот вот эстетический вектор, он вдруг стал совершенно, мне кажется, независимым от мнения верующего народа, который само по себе довольно консервативно, навязываться тоже сверху. Вот возможно ли разделить эти вещи, или они, вот богословское понимание и его внешняя форма, они вот вообще неразделимы никак? Ну, здесь опять-таки надо немножко копнуть историю и немного критически посмотреть на наше наследие Латинской Церкви. То, что вы говорите, было навязано и так далее, на самом деле произошло за 400 лет до реформы Второго Ватиканского Собора. То есть вот там как раз по, во многом, идеологическим соображениям для защиты чистоты веры в той ситуации, которая была в XVI веке, реформа после Триденского Собора, вот она была как раз очень жестко унифицирующей. То есть с вот декларативным прекращением, да, и практически запретом на какие-то вариации римского обряда, за исключением тех, которые вот имеют историю более 200 лет. И мы видим, знаем, что сохранился мизерно Мазарабский обряд в Толедов, в боковой часовне Кафедрального Собора, ну и чуть-чуть более как-то живо и немного шире распространен Медиаланский обряд. Все остальное было сведено именно в одну реку, и если во всяких других проявлениях церковной жизни все-таки оставалось какое-то многообразие, то то, что касалось литургии, нельзя было трогать вообще. Поэтому вот литургическое движение, да, появилось, смогу выйти из-под поля только в начале XX века. И то с большими опасениями. Сколько раз осуждали любые попытки вот каких-то просветительско-исторических исследований вот литургических кругов, даже каких-то местных синодов, которые говорили о неких преобразованиях или вариативности в литургии, это все всегда осуждалось. Вот там действительно была жесткая унификация. Вот литургическую реформу после Второго Ватиканского Собора, если можно вот в таком плане в чем-то обвинить, то, пожалуй, в том, что по факту не настолько широко, может быть, была возрождена вот такая вариативность. Но она гораздо больше, чем вот в посттридентскую эпоху. Но мне всегда было жалко в латинском обряде вот именно этих вот локальных традиций, например, орденских литургий, которые были. Ведь францисканский был месал, да, и доминиканский был месал, которые сейчас практически не служатся никогда. То есть вот есть такая, на мой взгляд, продолжающаяся унификационная направленность богослужения, которая может быть, наверное, связана с опасением перегибов на местах и каких-то там локальных, да, аттракционов, которые устраиваются. Но их-то как раз жалко. Это великие традиции, это прекрасные тексты, и, ну, пренебрегать такими сокровищами жалко. Есть ли вот какая-то сейчас тенденция к их возрождению или нет? Да, я, с вашего позволения, всё-таки немножечко внесу коррективы, потому что на самом деле никто этого не запрещал, например, орденских традиций. То есть было явление, ну, в России мы этого не застали, потому что церковь, понятно, в каком состоянии была, да, в виде двух храмов Российской Федерации. Поэтому вот всего этого околособорного духа реформы литургической церкви мы не застали. Но в том, что происходило, например, в Западной Европе сплошь и рядом, говорит как раз о том, что вот эти традиции, то, что мы воспринимаем как вот такую изюминку, как нечто вот католическое, то, что нас отличает, например, если вот заходишь в Ковенском, и понимаешь, что это вот такой традиционно понятый католический храм и всё. В Европе, где всего этого полно, этого не воспринимали. И как раз от всего этого, как чего-то, что устарело или потеряло своё значение или свою живость в восприятии, в выражении людей, люди сами охотно отказывались. Францисканский мессал, доминиканский мессал никто не запрещал. Точно так же, как бенедиктинскую псалтирь. Но если бенедиктинцы живут и служат по этой псалтире, то францисканцы, доминиканцы этого не практикуют. В какой-то момент в истории, когда Франциск сказал братьям, удобная небольшая форма, мессал для римской курии, пожалуйста, используйте его, братья взяли и распространили. Это тоже была определённая унификация абриента. Вот здесь мы имеем дело именно с такими явлениями, на которые из России смотрим по-своему, я бы сказал. То есть у нас взгляд, вы хотите сказать, более ностальгирующий, чем в остальном мире? Да, да. Потому что, думаю, это уже, наверное, за рамки этой встречи нашей выходит. Но нельзя говорить отдельно о литургии и о жизни церкви или веры вообще. То есть у нас и католичество в большой мере, это явление не столько повседневной веры и образа жизни, или какой-то атмосферы, сколько явление культурно-религиозное. И, конечно, наш взгляд на все эти вещи этим обусловлено. Я хочу задать уточняющий вопрос, вернувшись к началу вашей реплики ответа. Вы сказали, что самое важное в понимании литургической реформы понимание переменной отношения к экклезиологии в церкви и в соборных отцах как выразителях этой точки зрения церкви. А в чем это изменение? Как вот, если можно, в двух словах, от чего к чему изменилась экклезиология? Да, ну, очень явно изменилась экклезиология от видения церкви воинствующей и иерархической к церкви, скажем так, действующей в мире, преображающей мир, соль земли, и церкви как общины, коммунию. И это очень четко видно и в тридентском чине, то видение церкви, вот все это движение вверх, иерархия, предстоятель, который посредник перед Христом, и в том, что в ходе реформы посредством обрядов стремились выражать вот какую экклезиологию на те, кто осуществлял и предлагал литургическую реформу после Второго Ватиканского собора. Церковь — община. Что ничуть не менее традиционно, чем и воинствующая церковь и иерархическая. А я больше скажу, что более традиционно, чем воинствующая и жесткая и иерархическая церковь. Стоит почитать первые христианские свидетельства, начиная с деяний святых апостолов, и то, что из первых веков христианство нам доходит, и в письменном виде, и другие литургические памятники, так сказать, в различной форме. То, что не было известно, например, в позднее Средневековье, и начали открывать уже в ходе исследований XVII века и дальше. Это вызвало, конечно, такую богословскую и культурную рефлексию, но и вылилось спустя несколько веков в то, что мы имеем сейчас. Церковь — это община, и она так начиналась. В связи с этим у меня второй вопрос в связи со всем этим. Очень долгое время, примерно с Константина Великого и до Второго Ватиканского собора, христианское богослужение жестко было связано с определенным местом, с храмом, который украшался, который был образом неба на земле, как мы знаем из старых русских источников, это ровно так же определение подходит для любого большого готического собора, который возводился, явно имея это в уме. Но были исключения, например, военные священники могли служить в поле, но это всегда было исключение. Обычно святое место — это храм. Сейчас мы видим, что это не так жестко связано. Огромное количество всяких молодежных мес, месы на площади Святого Петра, Всемирные дни молодежи — всё это выходит из храма куда-то в пространство, просто в мир. И таким образом понимание сакрального пространства, литургического пространства, оно тоже как-то изменилось. Мне сложно сформулировать, как. Может быть, вы мне скажете, как изменилось вот это понимание священного места? Хорошо. Очень интересный вопрос, Анастасия. Я только попутно выражу такое сожаление, что не переведена замечательная книга, которая проливает свет на очень много вопросов или на их направленность. Это книга Буркхарта Нойнхойзера, которая по-русски называлась бы «История литургии сквозь призму культурных эпох». Какое замечательное название. Да. И очень интересный взгляд. То есть автор смотрит и показывает нам историю литургии как раз через те внецерковные явления в культуре различных эпох, которые влияли на восприятие богослужения и на его форму. Вот нам бы очень многое стало понятно. Ну а по сути вашего вопроса, как изменялось это восприятие, оно действительно изменялось. И как раз то, как оно закрепилось после Константина, то есть когда христианство стало официальной господствующей религией, по сравнению с тем, что было сравнительно краткий отрезок времени, всего лишь каких-то 200 с лишним лет, это тоже очень показательно. То есть самые древние, самые-самые древние свидетельства как раз говорят нам о том, что христиане собирались. У них не было храмов, у них не было вот таких алтарей. Вспомнить можно и слова Иисуса в Евангелии, поклоняться в истинные духи. То есть сама по себе у истоков христианская религия не подразумевала всего того, что было, всего того, что сложилось дальше с 3-4 веков. Но сложилось это замечательно, церковь растет, и опять-таки культура не стоит на месте. Поэтому закрепляется понимание именно священного места, алтаря. Это все необходимо для верующего человека любой религии. И сейчас не буду, конечно, анализировать все эти антропологические моменты. Алтарь в первом тысячелетии мы можем найти также и видимые свидетельства в виде древних церквей. Во-первых, трактовался несколько иначе, чем мы к этому привыкли мы или нам передается более поздними эпохами. Использовалось, как и все, пространство по мере того, чем располагала община. В римских катакомбах было иначе, где-то в домах этой экклезии было иначе, в базиликах, предоставленных Константином, иначе закрепляется традиция и возводятся храмы. Но в первом, если в первом тысячелетии это храм, который подразумевает именно общину, еще это очень заметно видно, алтарное пространство, центральное расположение алтаря. Если это кафедральный собор, значит, кафедра епископа, которую видно именно седалище, то во втором тысячелетии все это преобразуется в свете меняющихся культурно-общественных укладов и нового восприятия церкви как институции, жестко иерархичной. То есть начинается движение вертикальное. То есть вы хотите сказать, что это было движение не внутри богословской рефлексии церкви, а воздействие общественных каких-то установлений и стереотипов на церковь извне? Конечно. То есть это не было прописано каким-то богословом, что давайте сейчас делаем по-другому. Общественные уклады влияли на, в том числе на жизнь церкви, сейчас они тоже влияют, иначе быть не может. И в результате этого возникают внутри церкви новые отношения, новые взгляды. Вместе с ним идет и богословская рефлексия. Божественное откровение тоже никто не отменяет. То есть Господь через разные события и разными Ему доступными способами, то есть всеми любыми, тоже продолжает это божественное откровение. И оно выражается в практике. Или наоборот, возникает какая-то практика, которой дают определенный анализ, какую-то оценку и говорят, а это хорошо. И это начинает распространяться на всю церковь. Вот в плане литургии таких примеров очень и очень много из различных эпох. Вот это вот дотриденская и триденская, посттриденская традиция. Вот если мы возьмем некий такой основной вектор, который выразился в том, что мы имеем на начало XX века. Он очень формализует отношение к пространству алтаря, в которое только так определенным образом заходит. Через одни двери заходит, через другие уходит. Дырохранительнице придается особенное значение, при том, что мы знаем, что в первом тысячелетии это был совершенно вспомогательный момент. Он мог находиться вообще не в пространстве основного алтаря, как мы в Риме в древних храмах видим. А тут вот все сделано для того, чтобы был внешний культ того, не просто храма как священного пространства, но еще внутри храма специальных мест, к которым должно быть обращено особенное благочестие. А сейчас кто угодно, женщины, девочки-министранты, миряне могут причащать, это экстраординарные служители в смысле. Это слом или это естественное движение, или какое-то волнообразное? Как вы это объясняете? Что это? Это, не знаю, насколько естественно, но это движение, которого в любом случае нельзя избежать. Поэтому в общем можно сказать, что это нормальное явление, в котором не все здорово. Движение, наверное, где-то схоже с движением маятника, что он отходит в одну сторону, чтобы пойти в другую сторону. И есть какие-то экстремальные точки. Да, вот мы, я нередко сталкиваюсь с таким взглядом, порой воспринимаем то, что видим, за то, что подразумевается нормами, а это не так. Я уже больше десяти лет преподаю литургику у наших семинаристов, высшедуховной семинарии, Мария Царица Апостолов. И почти всегда, когда мы начинаем рассматривать чинопоследования различных таинств, начиная, вот в центре, конечно, у нас Святая Месса, случается такой момент. Я рассказываю на основании рубрик, литургических книг, как должно выглядеть, и мне говорят, а так никто не делает. То есть вопрос в том, что мы не знаем и не видим, как на самом деле должно быть. И наша практика, она в храмах, но, к сожалению, не всегда здоровая, не всегда благоразумная. Что-то связано с объективными причинами, и иначе нельзя или не получается. Что-то связано с какими-то вкусами. Где-то, это тоже надо сказать, недостаток просвещения, понимания церкви, или наоборот, отражения и не вполне здорового состояния общины. Это всё тоже имеет место. Но у нас вот в нашей поместной церкви есть две тенденции. Первая тенденция мною условно называется протестантизирующей, когда делается всё, чтобы внешне храм, культ и вся внешняя сторона как можно меньше напоминала православную церковь. Простой пример. Был сделан образ для храма. Его специально повесили так высоко, чтобы никто не мог к нему приложиться. Вот специально, потому что заходят люди с улицы, чтобы у них не было, как выразился священник, искушения это сделать, потому что мы не православные. А с другой стороны, есть вот такое буквальное следование всем бабушкиным обычаям. Вот обязательно розарий, обязательно венчик, обязательно какие-то такие вещи, которые являются частными, а они не обязательны в церкви в нашей. Но люди их тоже для того, чтобы свою самобытность как-то утвердить, они очень начинают тщательно им следовать. Хлеб в такой день освещается, вода вот в это. Очень хорошее выражение подчеркнуть свою самобытность. Ну да, но исключительность, и в каком-то смысле даже может быть превосходство. Дело же, но именно тоже через внешнее, но человеку свойственно специальным образом одеваться, чтобы как-то вот, или там стричься, или я не знаю, что-то делать. Внешнее, чтобы выделяться из толпы. То есть плохого-то в этом как бы ничего нет. Но вот что в этом, где та золотая середина? Да. Где та золотая середина, её всегда нужно искать. Да, вот то, что вы говорите, оно как раз в очередной раз подтверждает, что в этих внешних знаках и формах выражается состояние, внутреннее состояние нашей церкви. Я не говорю о церкви как духовенстве или храмах, да, вообще всех. Вот эта необходимость подчеркивать самобытность, которую, например, у католиков в католической стране совершенно нет. Поставить такой храм, чтобы сразу было всем понятно, что он не православный. Ну, хорошо, в таком случае надо поставить готику, и никто никогда не подумает, что это храм православный. Но за всеми этими внешними вещами и нашими тенденциями, если начинает теряться суть нашей веры, христианской веры, и смысл того, что литургия – это не некий музей, театр, ролевая игра, это диалог Бога с человеком, в котором человек выражает себя таким, какой он есть. Вот если это происходит, то золотой середины нам не найти. А если мы начинаем спокойно осознавать, что мы выражаем, как мы выражаем, как мы верим, что это всё означает, вот тогда поиск золотой середины для нас вполне возможен. Но ещё один важный такой шаг или направление взгляда, о котором мы уже сказали, это как раз не выдавать то, что мы видим, за предписанное, должное или нормальное. То есть нужна определённая самокритика. Когда вы говорили сейчас, вот все кто угодно, не все кто угодно. На всё есть свои правила, которых мы не знаем. И потом, значит, либо мы говорим, поляки так говорят, «По собор же кто як може». То есть после собора кто во что гораз. Кто в лес, кто под рова, всё нормально. Это неправда. Это нездоровая практика. Или наоборот, другая сторона, которая начинает говорить, что вот всё в противную сторону, но опять-таки очень жёстко. С девочками-министрантами, например. Это определяет конференция католических епископов данной страны. В нашей стране сказано, что девочки-министрантки неуместны. В том числе по, скажем так, культурному коду христианства, если так можно выразиться, принятого в данной культуре. Это не будет воспринято, это не будет понято. Саму возможность или необходимость такого служения можно по-разному рассматривать. А вот различные служения мирян, это тоже история церкви, особенно в первые века. И у нас сохранились целые списки служений, которые исполняют миряне. Они их исполняют не потому, что им сейчас захотелось, они пришли и разошлись. Кто в хор, кто из дарохранительницы, там что-то. Это всё поручаемые и органично складывающиеся в единство церковные служения. И это богатство церкви, это возвращение тоже к её корням, то есть выход из вот такой ультраклирикальной модели, в которой мы не живём ни в церкви, ни в обществе. У нас вот такой авторитет, он вообще нигде никогда не существует в наше время, и поэтому он не может выражать нашу жизнь, не может выражать нас. И также, вот, то есть, это такая форма выражения, да, богатство, эти служения, выход из ультраклирикальной модели, и в то же время, это, я думаю, в определённой степени наша будущая необходимость, потому что священнослужителей у нас дефицит, и он будет расти. И вопрос будет вставать через, там, буквально пару десятилетий, если вдруг что-то не изменится, ну, общие мировые тенденции такие, что либо община сможет организоваться в том числе и в литургическом плане в границах своей возможности и компетенции мирян, сможет организоваться в какую-то живую общину, живую литургическую, в том числе реальность, либо будет рассыпаться. Хорошо, но мне видится некоторое небольшое противоречие в том, что вы сказали, потому что, с одной стороны, это всё прекрасно как интенция, что общины должны, с другой стороны, вот этот момент, что вот есть нормы, которых мы не знаем, а знает как раз корпорация, то есть знают, должны, по крайней мере, знать священники, которые не очень склонны делиться этим знанием вовне. То есть я не видела ни в одном нашем храме в доступе каких-то правил, где написано, даже в виде брошюры или на стене написано не в смысле шляпу с ними и мобильник выключи, а что у нас обязательно в церкви с точки зрения богослужебного уклада, а что не обязательно. У нас не проходит на эту тему конференции для мирян, у нас нет, не издаётся литература, и получается, что это знание сохраняется людьми, которые не имеют отношения к тем, кто может или не может исполнять вот эти самые служения. То есть это вот оно пока разделено. Должны ли священники, ну, наверное, мы с вами согласимся, что должны, на самом деле, просвещать народ божий, а что ещё они должны? Вот мой вопрос был в том, чему учить молодых семинаристов, которые приходят и говорят, у нас никто так не делает, потому что они приходят из разных общин, приезжают из провинции, чтобы из них получились священники, которые вот адекватно могут всё это делать. В первой части вашего вопроса я уловил некую долю лукавства, поэтому позвольте, немножечко разоблачу, потому что все эти литургические нормы, они, конечно, не носят никакой секретности, никто на них гриф секретно не ставит, они есть в доступе, в том числе и в интернете. Вот когда нам что-то надо, мы на всех языках можем найти. Вот когда нам лень или мы не знаем, но нам удобно, мы вытаскиваем, говорим, а вот по-русски ничего всё скрывает, никто ничего не скрывает. Например, если речь идёт о самой важной литургической книге или предписаниям относительно мессы, это общее наставление к римскому мессалу, то на русском языке в нашем издательстве францисканцев она была издана отдельной брошюрой. Тогда, признаюсь, архиепископ Тадеуш Кандрусевич, это ещё при нём, было, говорю, кому это надо, это нужно священникам и семинаристам, чтобы изучать. Тираж разошёлся очень быстро. Вот я сейчас готовлю переиздание этой книги ещё с комментарием, который будет учитывать красособенности нашей церкви, нашу слабенькую, но потихонечко складывающуюся традицию и так далее. Другое, что мы в нашей церкви далеко не всегда приучены, это касается и духовенства, и мирян, считаться с теми нормами, которые даже опубликованы. Вот сейчас ковид, ситуация, закрывали храмы, потом конференция епископов издала достаточно чёткие предписания литургического характера о том, как причащаться в данной ситуации. Их опубликовали на сайте епархии, во многих приходах тоже вывесили на доске объявления, можно найти без особого труда, но вопрос в том числе и из мирян, кто их, какой процент их соблюдает, кто-то соблюдает, а кто-то возмущается, что вот, не так благочестиво, и я буду делать по-своему. Вот такое не ваше лукавство, но по сути небольшое лукавство вопроса. Я уловил. Что должны делать священники? У нас не хватает, конечно, публикаций, которых сказали, я здесь совершенно с вами согласен, и литургическая катехизация у нас хромает, хотя к ней и архиепископ, и вот наш пастырский центр, в котором я координирую, обращался, говорил, была конференция, кстати, уже немало лет назад, но открытый для всех литургический симпозиум был в Москве, это очень такие небольшие, конечно, по количеству штрихи, мероприятия, их очень не хватает, я полностью согласен, но вот в том малом, что есть, конечно, всем надо просвещаться. Катехи, этический журнал «Радуга», там есть литургический раздел, нужно развивать тоже через интернет все это наше просвещение, сил не хватает. Ну, а семинаристам, что в общем, я думаю, всем понятно, что семинария для того, чтобы воспитывать пастырей, поэтому в общем задача семинаристов воспитываться как будущий пастырь, который верит в Бога, который любит свою церковь, который любит свою паству, ищет с ней общий язык, молится вместе с ней, заботятся о ней, но это такие глобальные задачи. А уже в плане нашего разговора более конкретно, конечно, нужно знать минимум, то есть священник не только может, но и обязан уметь и согласно тем рубрикам, литургическим книгам, которые у нас существуют и обязательны к исполнению в латинском обряде, совершить богослужение, сделать это компетентно, сознательно и красиво, и быть в состоянии объяснить в том числе и символику каждого слова и жеста. А должен ли священник, который получает образование в России, знать византийский обряд? Такой обязанности нет. Нет, на ваш взгляд? Я думаю, что это полезно, точно так же, как знать экстраординарную форму, другие какие-то формы обряды, традиции, существующие или несуществующие, это всегда расширяет горизонт. В том контексте, в котором мы живем, несомненно, очень хорошо, чтобы священник, по крайней мере, в основных чертах был знаком с византийским обрядом, уважал его, но это не значит, что обязательно надо его знать или вносить какие-то обязательные элементы. На этот счет тоже бывают разные мнения, надо, не надо. Но это подводит меня к последнему вопросу, на который у нас осталось почти, не осталось времени, но тем не менее я его задам. Вот мы начали разговор с того, что у нас складывается какая-то традиция, плохая, хорошая, бедная, богатая, неважно, но какая-то, поскольку мы живем в России. Поскольку мы живем. Да, поскольку мы живем. она такая странная во многих чертах, но тем не менее, она вообще нужна? Или мы должны служить вот такой по рубрикам римский обряд, вправо-влево, ничего лишнего? Нужна нам своя литургическая традиция сейчас или нет? Конечно, если мы живем, то она не только нужна, она неизбежно, человек себя выражает через тело. Если он живет, значит, ему нужно как-то одеться, как-то себя выразить, с кем-то общаться, и если мы смотрим на церковь не как на театр, выставку или какую-то реконструкцию, а если смотрим как на жизнь, то, конечно, мы даже не ставим вопрос, нужна или не нужна, она складывается, мы можем ее замечать или не замечать, анализировать или нет, как-то, может быть, подправлять, определять какие-то векторы. А какая форма должна быть у ее кодификации? Я приведу простой пример. У нас, например, введен на уровне конференции епископов или на уровне нашей епархии, тут я боюсь ошибиться, но тем не менее, введен абсолютно один национальный обычай в нашу церковь, который на самом деле с одной территорией только связан, он введен в чинопоследование Страстной Пятницы, когда, значит, как в Польше, в России рекомендовано ставить на гроб Христов монстранцию. Мы знаем, что в Европе в остальном это не делается. Мой вопрос не конкретно об этом, а о том, в какой вообще форме, форме ли комиссии, какого-то совета с участием мирян, без участия мирян, с участием экспертов, может быть, не католических, должно это все происходить, вот это формирование, по-вашему? Ну, это достаточно сложный процесс, и он разнонаправленный, да, то есть, когда речь идет о литургии, это одно, когда речь идет о благочестии, это другое, да, с литургией все гораздо более, скажем, установлено и жестко, поскольку литургия это выражение веры, да, и в ней есть элемент неизменный суть, конечно, и более строгий подход. То, что касается благочестия, здесь уже гораздо более свободное выражение, самовыражение людей, вот как раз, если речь идет о посттридентском периоде, то, ну, одна из моих преподавательниц писала диссертацию как раз на благочесть, народное благочестие как форму, чуть ли не единственную форму самовыражения как раз людей, то есть там был культ, а вот литургия была вот в этих паралитургических действиях, это, конечно, другое. И формирование или оценка, акцентуация какая-то этих различных форм проходит по-разному. Есть общий директорий или руководство в католической церкви, изданная соответствующей конгрегацией богослужения дисциплины Таинс, он так называется, директорий по литургии и народному благочестию, где многие из известных и распространенных или распространяющихся традиций оцениваются, к чему-то относятся нейтрально, что-то слегка приводят в норму в соответствии с духом литургии, а о чем-то говорят, что этого не стоит распространять. И, конечно, в этом участвует, если это касается благочестия, форм благочестия, в этом участвует литургическая комиссия, это ее задача, то есть анализировать, предлагать, обосновывать решение принимает в рамках своей компетенции либо правящий епископ ординарий данной епархии, либо конференция епископов. Спасибо вам. Владыка, я желаю вам всяческих успехов, желаю вам не оставлять издательскую деятельность, в том числе и издать для нас русский перевод той книжки, которую вы мне рекомендовали, потому что я по-немецки читаю плохо, желаю вам всего самого наилучшего, диссертацию дописать докторскую, а себе желаю еще с вами встретиться как-нибудь, хотя я понимаю, что вы очень заняты, но... Приглашайте с огромным удовольствием, я вам благодарен за такие меткие вопросы, которые меня провоцируют к интересной, надеюсь, беседе. Спасибо большое, всего хорошего, я надеюсь, что вам тоже было интересно. Спасибо, спасибо, всего доброго.